Двор дома вымощен асфальтом, здесь установлены урны и скамейки, однако они не приварены. Жители обеспокоены тем, что их могут попросту украсть. Подрядчик, а это компания Янбекокшитау, также несёт ответственность за обустройство цветников и укладку грунта. Однако, по словам 85-летней Людмилы Усиновой, которая проживает в этом доме уже 35 лет, здесь нет даже чернозёма. Мы бы цветочки посадили здесь, в скверике, но, увы, ах, всё это вырыли, перерыли, камни сплошные. Ну и плюс детская площадка совершенно не убирается. Детки ходят, вы посмотрите, сплошные бутылки, антисанитария. Жильцы сформировали инициативную группу. Большинство из них более 80 лет. Активные пожилые люди говорят, что хотят добиться того, чтобы подрядчик довёл работы до конца. Подрядчик взял деньги и сбежал. Многое не сделано. Песок выгрузили, дети не могут играть. Жёлтая грязь просто. Волейбольная площадка должна быть уложена ковролином. Это включено в бюджет. Ничего не было сделано, везде сорняк. Подрядчики говорят, что придут, но ответа от них так и нет. Ничего не сделано, тем более, вы сами видите, очень много недостатков. Что я могу сказать? По поводу беседки, этих лавочек, ничего не приварно. Земли не насыпали. Очень-очень отвратительно всё. Специалисты городского жилищно-коммунального хозяйства говорят, что на счету подрядчика компании «Янбек Кокшетау» ещё четыре двора, где работы не доведены до результата. «В этом году уже четыре-пять раз писали письма. Три раза отправляли протокол, официальное письмо. В связи с залогом направляется письмо по работам, которое должно быть выполнено. Последнее официальное письмо было направлено вчера. Мы надеемся, что в ближайшее время подрядчик исправит все недочёты. В противном случае мы рассмотрим вопросы о предъявлении иска». К слову, компания-подрядчик «Янбек Кокшетау» оставила без ответа и вопросы съёмочной группы. Кокшетау Киев, Кокшетау Акпарат.